В деревне Малые и Большие Радванище популярны несколько видов транспорта. В основном пользуются велосипедами, но и гужевые транспортные средства еще есть. А это самые уязвимые участники дорожного движения. Данный вид транспорта называют уязвимым не просто так. Пассажиров и водителей автомобиля защищает корпус машины, а таких участников дорожного движения, как пешеходы, велосипедисты и водители гужевого транспортного средства, не защищает никто и ничто. А потому неумолимая статистика говорит, в осенне-зимний период количество ДТП с этими участниками движения увеличивается. С начала текущего года на территории нашей области зарегистрировано 46 ДТП с участием велотранспорта, в результате которых 9 человек погибли и 37 человек получили травмы различной степени тяжести. В 24 дорожных авариях виновниками явились сами велосипедисты. Акцент, конечно же, мы делаем на использование световозвращающих элементов, оборудование велосипедов в соответствии с правилами дорожного движения, то есть в темное время суток на велосипеде должен быть фонарь фара спереди, излучающий белый свет, сзади фонарь фара, излучающий красный свет. Но, конечно же, это обязательно использование жилета повышенной видимости для безопасности велосипедистов, а для пешеходов световозвращающие элементы, которые могут обезопасить на проезжей части. Акция госавтоинспекции области и велоклубов Бреста «Сохрани себе жизнь» стартовала 25 октября в Остромечево. А теперь счастливыми обладателями световозвращающих жилетов, фликеров и фонарей стали жители деревни Малой и Большей Радваничью. Я бы рекомендовала всем участникам, велосипедистам дорожного движения относиться к обозначению не как к правилам, каким-то к соблюдению правил для сотрудников ГАИ, а в первую очередь как к методу себя обезопасить и более ярко показаться на дороге. Сотрудники ГАИ совместно с представителями велоклубов, кроме приятных подарков, проводили профилактические беседы с велосипедистами, пешеходами и водителями гужевых транспортных средств. Участникам акции рассказали о том, что происходит на дорогах области, напомнили о правилах дорожного движения и настоятельно рекомендовали быть внимательными на дороге. Сегодня и безопасность, и общение, и дети рады. Полезная акция, конечно, я как сама тоже велосипедист. Очень, конечно, удобно, что снабжают, рассказывают, заинтересовывают. Это очень приятно и полезно. Мы многое узнали, как правильно вести себя на дороге, на велосипеде, когда едешь. Что вам подарили? Вот, я смотрю, жилет. И как будете, часто будете его использовать? Ну, при выходе в темное время, в суток, или если я задержусь, значит, с собой все время в сумочке буду держать. Большое вам спасибо, что была такая акция. Она принесла большую пользу не только мне, но и нашему обществу. Аналогичные мероприятия будут продолжены на базе сельских советов всей области. 12 ноября сотрудники госавтоинспекции посетят деревню Большое Малишево. Акция продлится до декабря.